Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в четверг за богослужением читается Евангелие от Марка, глава 1, стихи с 29 по 35. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. ПЕСНЯ 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 Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. ПЕСНЯ 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 И удалился в пустынное место, и там молился. Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, повествуют об исцелении различных недугов людей Господом и Иисусом Христом. Выйдя из синагоги, Господь вошел в дом Симона Петра, вероятно, чтобы вкусить хлеба. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Чудо исцеления, которое совершает Господь, описывается довольно кратко. Никаких подробностей, никаких слов, с которыми Христос обращался бы к ученикам или самой тещи, нет. Нам неизвестно даже имя этой женщины, но мы знаем, что Господь исцеляет ее от горячки, в которой она находилась, по-видимому, довольно продолжительное время, следующим образом. «Подойдя, Он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее». Ефимий Зигабен пишет, «Коснувшись руки ее, Он не только уничтожил горячку, но и тотчас возвратил ей полное здоровье, так как она поднялась и служила. Между тем, как и по прекращении горячки, больным нужно много времени, чтобы дойти до прежнего здоровья. Следовательно, Христос знал не только, как уничтожить страдания от болезни, но и как возвратить в прежнее положение. Этот эпизод говорит о следующем. Во-первых, о постоянной готовности Господа служить людям. Мы видим, что как только Спаситель покинул синагогу и вошел в дом Симона Петра, Он столкнулся лицом к лицу с человеческим страданием. Господь не стал говорить, что устал и что Ему нужен отдых, а продолжал служить без слов недовольства. Во-вторых, о том, что Христу не нужна была толпа народа, чтобы творить чудеса. Многие же люди с готовностью делают на глазах толпы то, на что у них нет ни времени, ни желания, если это касается отдельных людей. Господь же был готов проявить свою силу и власть в простом деревенском домике в Капернауме, вдали от падка и на чудеса толпы. И, наконец, в-третьих, очень важно обратить внимание на то, что как только теща Симона Петра выздоровела, она стала служить им. Не ожидая, что люди станут делать что-либо для нее, она сразу начала готовить пищу и служить своим родственникам и Иисусу Христу, потому как осознавала, что вновь обрела здоровье для того, чтобы служить людям. Блаженный Феофилак замечает, не просто исцеляет ее от болезни, но и придает ей крепкое здоровье и силу для служения. Если и мы примем его, он угасит нашу горячку, горячку гнева и нехотения, и восставит нас так, что мы в состоянии будем служить ему, то есть делать ему угодное. Конечно, исцеление тещи Симона произвело настолько сильное впечатление на жителей Капернаума, что слух о нем быстро распространился по всему городу. И потому при наступлении же вечера, когда заходило солнце, принесли к нему всех больных и бесноватых. Александр Павлович Лопухин поясняет, Исцеления были совершены, как точно обозначает Марк, субботним вечером, когда уже заходило солнце. Только теперь кончился субботний покой, и можно было совершить перенесение больных, которое не разрешалось в субботу. Скопление народа было настолько большим, что весь город собрался к дверям дома Симона Петра. Господь Своей божественной силой исцелил многих страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что Он Христос. Господь не позволял говорить бесам, потому что они знали, кто Он. А такого признания своего достоинства Христос не хотел допустить. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Таким образом, Господь научает и нас поступать так – всегда пребывать с Богом, молиться, и в то же время помнить, что молитва должна подготовить нас к тому, чтобы понести немощи других людей, как это сделал сам Господь. Архиепископ Аверки Таушев указывает, как человек Христос Спаситель сам страдал от изнурения сил вследствие стольких трудов. И в этом также смысле можно сказать, что Он взял на Себя немощи наши и понес болезни. Таким образом, дорогие братья и сестры, Сам Спаситель явил нам совершенный пример любви и служения человеческому роду. Важно лишь помнить, что каждому из нас Господь открывает возможность стать подобным Богу, исполняя Его волю и служа ближнему. Именно поэтому человеку, поистине любящему Бога, следует стремиться к деятельному служению своему ближнему, понимая, как важно видеть образ Божий в каждом из людей. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...